Самые коварные ракеты России. Использование ракеты Х-22 это абсолютное военное преступление. Какую угрозу с неба пока не сбивает украинское ПВО? Более 210 ракет запущено, ни одна не была сбита. Значит ли это изменение тактики ракетного террора в Украине? Запугать, уничтожить, заставить сдаться. И как противодействовать этому оружию? Мы нашли ответы. Большинство из нас надеялись, что Украина уже имеет почти все необходимые системы ПВО для эффективного противодействия всевозможным калибрам Х-101, Х-555 и Шахедам. Но массированная атака 14 января показала, что некоторые ракеты украинское ПВО сбивать пока что не может. Означает ли это новую реальность ракетных обстрелов? И как теперь противодействовать очередной волне российского террора? Я, Артем Куля, расскажу об этом дальше. 20 мая. Лазовая. Дворец культуры. 27 июня. Кременчук. Торгово-развлекательный центр. 14 января. Днепр. Девятиэтажка. Все это терроризм России, осуществленный запусками ракеты Х-22. Одно из самых варварских разновидностей оружия в арсенале РФ. Вы же видели, когда эта ракета попала, из-под обломков шел такой очень неприятный газ. Это ее очень токсичное топливо. И, например, чтобы заправить ракету перед тем, как подвесить под бомбардировщик, персонал надевал резиновые костюмы, химическую защиту. И после каждого использования этот резиновый костюм уничтожался. Созданную еще во времена Хрущева эту ракету называли убийцей авианосцев. 12 метров в длину развивает скорость до 4000 км в час. Дальность полета около 500 км. Масса боевой части почти целая тонна. Обратной стороной этих впечатляющих характеристик стала низкая точность. Допустимое отклонение цели до 600 метров. Х-22 создавалась для уничтожения авиационных ударных группировок США, авианосцев и не просто одного авианосца, а всего ордера кораблей. Поэтому она базово должна была оснащаться ядерной боевой частью. Почему? Потому что ее точность, она на практике оказалась достаточно спорной. В условиях идеалистических, когда ставится макет корабля, учитывая размеры авианосца, все было прекрасно. Трудно не попасть в корабль, который размером, извините, как два стадиона. Так в фильме «Цена страха» есть знаменитая сцена удара ракетами Х-22 по американскому авианосцу. Но если авианосец — это большой контрастный объект, то в городских условиях примитивная советская система наведения абсолютно не отличает жилой дом от военного или инфраструктурного объекта. Поэтому использование такого оружия по городу — чистой воды терроризм. Более 210 ракет запущено, и ни одна не была сбита. Те сообщения, которые появлялись, кто-то делал ошибочно. Несколько таких было. Информационный водоворот, очень все хотят побед, и понятно, что это кто-то из командиров. Кто не разбирается, подал такую статистику, и она ушла. Здесь никаких манипуляций не должно быть. Для уже имеющихся в Украине западных систем ПВО «Нейсомс» и «Айрис-Т» Х-22 остается сложной целью из-за параметров полета, в частности скорости. Ракета запускается с бомбардировщика Ту-22М3 и летит на высоте 22,5 километра. То есть весь маршевый участок находится вне поражения в принципе. Сбить ее можно было бы на этапе подлета, когда она снижается на расстоянии примерно в 60 километров до цели. Но в этот момент ракета летит уже по баллистической траектории со скоростью 4-6 махов, в среднем 5000 километров в час. То есть пролетает это расстояние за 43 секунды. В воздушных силах уверяют, что видят и Х-22, и момент ее пуска, сопровождая цель радиолокационными средствами. Но для ее сбития нужен не комплекс, а зенитная ракетная система, способная отрабатывать по такой цели в автоматическом режиме, без вмешательства человека. Имеющиеся у нас комплексы Аэристи и Нейсамс, мы знаем, что они предназначены для уничтожения аэродинамических целей на меньших скоростях. Это в частности крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и так далее. Можно ими попытаться сбивать эти ракеты, однако комплексы должны находиться в нужное время и в нужном месте и в достаточном количестве. Но обстрелы 14 января показали, что в арсенале РФ есть и другая воздушная угроза, которую не сбивают имеющиеся в Украине ПВО. Если раньше это были ракеты от зениток С-300 с радиусом поражения до 100 километров, которыми Россия обстреливала преимущественно прифронтовые города Харьков, Херсон, Запорожье, то 14 января впервые обстреляла Киев уже ракетами и зенитных комплексов С-400 собственного производства, которые обычно используются для поражения воздушных целей. Из-за ракетного голода россияне уже неоднократно применяют это оружие для наземных ударов, запуская зенитные ракеты как баллистические. Когда ракета просто поднимается на высоту нескольких десятков километров и уже с этой высоты просто падает на цель, развивая бешеную скорость до 2500 метров в секунду, ПВО просто не успевает среагировать. Именно поэтому ракеты упали без объявления воздушной тревоги. Их запуск произошел из Брянской области, но учитывая дальность пуска, 250 километров, их могут запускать из территории Беларуси. Следовательно, под прицелом может быть не только Киев, но и Житомир, Ровно и даже Львов. Эта ракета может выполнять управляемый полет до высоты 3 километра на расстояние как до Киева, 200 километров. Как только она спускается ниже 3 километров, она уже неуправляемая ракета. Это тот же вариант Х-22. Оружие террористов, направленное на то, чтобы терроризировать население, запугать, уничтожить, заставить сдаться. Означает ли это новую реальность ракетных обстрелов? Могла ли Россия только нащупывать почву относительно того, какие ракеты пролетают украинскую ПВО? И теперь, учитывая нехватку высокоточного баллистического оружия, как Искандер, сосредоточиться на ракетах, которые будут убивать десятки мирных людей, как в Днепре и Кременчуге. Удары по критической инфраструктуре и являются терроризмом. Но это удары с целью уничтожения гражданского населения. Мы не искали логику в том, почему Аль-Каида решила по небоскребам бить. Мы не искали логику. Почему мы ищем логику в действиях россиян? Цель войны — создать геноцид Украины. Создать огромную бучу от Харькова до Ужгорода. Просто сплошную. Так как же противодействовать ракетам, обходящим украинский воздушный щит? Во-первых, эксперты возлагают ожидания на обещанные в Украине системы Патриот и их европейский аналог, французско-итальянские системы СМТ. Они как раз и рассчитаны, в том числе и на сбивание сверхзвуковых баллистических ракет, ведь используют так называемый кинетический перехват. Банальный кинетический перехват — это как сбить пулей пулю, но на гораздо больших скоростях. Патриот и СМТ имеют все возможности для того, чтобы эффективно бороться с ракетами Х-22. Это точно то, что может оказаться эффективным в случае противодействия этой угрозе, потому что они имеют соответствующую дальность и соответствующую точность и скорость и реакцию. На данный момент Украине пообещали три батареи Патриот от США, Германии и Нидерландов. Но очевидно, что для полноценной защиты, даже если не все территории Украины, то хотя бы самых крупных городов и инфраструктурных объектов, их нужно, вероятно, в 10 раз больше. Кроме того, украинские военные только начали ускоренное обучение работе на этих системах, а первые поставки, по прогнозам, могут быть не раньше весны. Как же тогда противодействовать этим смертоносным баллистическим атакам все это время? Существует такая поговорка, что лучшее средство противовоздушной обороны — это собственные танки на чужом аэродроме. И в этом плане лучшим средством ПВО будут, как говорят, хлопки на российском аэродроме. Тем более, что в УСУ, учитывая, если генератором хлопков выступили в УСУ на аэродроме Энгельс, скорее всего, имеют такую возможность. И базирование Ту-22 также известно, есть данные спутниковой разведки. И наверняка, как только появится такая возможность генерировать хлопки на аэродромах этого самого Дягерева, который уже был под ударом, я думаю, что в УСУ используют эту возможность. Другими словами, ПВО — это только щит, а нужен еще и меч. И таким мечом могли бы стать украинские дальнобойные беспилотники-камикадзе, вроде иранских шакедов, но с доработанной системой наведения, которая позволяла бы попадать точно в цель, считает авиаэксперт Валерий Романенко. Если мы получим беспилотники на тысячу километров, все эти аэродромы будут накрыты. И Энгельс также будет накрыт. И это не важно, сколько мы их запустим, этих украинских шахедов, и сколько будет сбито. Придется взбивать их комплексами С-400. Понимаете, будет зеркальная ситуация того, что мы сейчас взбиваем шахеды нашими комплексами С-300, Нейсамсами, Доргими Буками, и они истощают нашу противовоздушную оборону. Нужно сделать им зеркальную ситуацию. Охота на российские пусковые установки С-400, запускающие ракеты по баллистической траектории, в этом смысле может быть даже менее специфической задачей. Ведь эти установки размещают неподалеку от границы или линии фронта для обеспечения наибольшей дальности поражения. А потому они оказываются в зоне действия украинского дальнобойного оружия. Так, в ИСУ неоднократно отчитывались об уничтожении российских С-300, а с С-400 специфика такая же. Также в перспективе не следует исключать и удары авиации на расстоянии, говорят в воздушных силах в ИСУ. Сегодня нужно не исключать потенциальную возможность нанесения ударов авиации. Но для того, чтобы наносить удар авиации, надо иметь соответствующее дальнобойное авиационное вооружение, как и артиллерийские «Хаймарс» тоже. Неплохо бы смотрелись вместе с «Атакамс». Поэтому ставку надо делать на это, потому что угрозы увеличиваются, и наши западные партнеры об этом знают. И, очевидно, мы будем получать какую-то помощь, что позволит нам нивелировать эти попытки оккупантов. Следовательно, наиболее эффективным противодействием российскому баллистическому террору является уничтожение этого оружия, еще когда оно находится на земле. И это, безусловно, прекрасно понимают и в украинском командовании. А значит, в ближайшее время может появиться немало новостей об очередных хлопках в России. Говорить о новой реальности ракетных обстрелов со стороны России пока нет оснований. Ведь летящие по баллистической траектории ракеты Россия применяла и раньше, а террористические намерения агрессора никуда не исчезали. В то же время ждать, пока эти ракеты закончатся, тоже не стоит. Здесь нужно иметь надежный воздушный щит и действовать на упреждение. Что, собственно, и делают вооруженные силы Украины. Артем Куля специально для Марафона на канале Freedom.